Североказахстанские школьники готовятся покорить мир. С первого республиканского конкурса по робототехнике юные изобретатели вернулись с победой. Впереди чемпионат мира. Что повезут северяне в Сочи узнавала Ирина Панфилова. Мастерской клуба робототехники особая атмосфера. Кружив один из столов, ребята внимательно рассматривают аппараты, перебирают детали в руках, что-то обсуждают. Не так давно юные дарования приняли участие в первом республиканском соревновании. Не успели отпраздновать победу, как пора готовиться к следующему этапу. На сей раз состязаться придется с соперниками из 52 стран мира. Пройдет чемпионат с 21 по 23 ноября в Сочи. Наш регион в составе сборной страны будут представлять двое ребят. С собой везут главную гордость клуба – марсоход. На разработку и совершенствование механизма ушло полтора года. Два средних сервомотора, один из которых является самим буром, а второй помогает для вращения верхней камеры. Марсоход отвечает на вопрос, есть ли жизнь на планете Марс. Благодаря своему буру он бурит кору Марса и тем самым добывает грунтный анализ. Грунт отправляет в лабораторию, которая установлена тоже на нашем марсоходе. Там она исследуется и готовые анализы отправляются на Землю. Сделаны роботы на основе лего. Однако, когда начинается работа над проектом, в ход идут любые подручные материалы – фанера, куски пенопласта и даже пустые алюминиевые банки. То, что обычным североказахстанцам кажется чудом, здесь называют просто – делом умелых рук. Вместе с Лужасом в Сочи отправится и Диана Каримова. Робототехникой школьница заинтересовалась год назад. Сегодня, по сути, мужское занятие – главное увлечение десятиклассницы. Изначально учили базе. Тогда было немного сложно и хотелось уйти. Но все же потом думала, что это к чему-то в будущем все-таки приведет. Так что решила продолжить и, как видимо, не зря. Когда собираешь роботы, думаю, скорее всего, нужно некое воображение. То есть, сперва представить, каким он будет. Идея организовать кружок робототехники у руководителя секции Данияра Уалиева появилась почти два года назад, после посещения выставки роботов. Сегодня креативные идеи в жизнь воплощают порядка 30 североказахстанских школьников. В планах приобщить к техническому искусству и учащихся из районов области. Ученики развиваются творчески. Они более близко становятся к науке, к инженерии. Это как раз так важно в данный момент, как становление государства. Нам в будущем нужны именно инженеры. Эти полностью изучили планету Марс, условия, погодные условия, силы притяжения. После этого только начали они улучшать свой робот. Несмотря на то, что в Сочи казахстанцев ожидают серьезные соперники – представители Японии, Америки, Германии и Сингапура, надежда на победу у юных робототехников остается. Она – стимул для реализации дальнейших планов и идей. Ирина Панфилова, Михаил Казначеев, Новости МТРК.